Она с парнем подружилась, когда училась, и много лет они дружили, а потом вместе жили там, где они работали, а потом полтора года они жили, а потом дочка пришла и не хочет это с ним опять жить. Ваша дочка разрушает семью, да? Внучка разрушает семью или дочка? Вы сначала про дочку говорите, потом про дочку начали говорить. Ну то есть, другими словами, вот сейчас эта девочка не хочет жить с этим парнем, да? А сколько они прожили вместе? Дватора года. А ваша дочь, вот ее мама как считает? Она не вмешивается. Не вмешивается? Она только знает, как видит. Ну она хочет, чтобы он с ним жил, а она не хочет. Парни хочет, а она не хочет? Да, нет. А мама хочет? Ну и мама хочет. Что с ним ее говорить? Мне сейчас плохой период идет, связанный с личной жизнью. Этот плохой период закончится через 7-8 месяцев. Я думаю, что надо решать не вопрос, хочет, не хочет, а надо понять, почему она не хочет. Может быть, парень работать не хочет, может быть, он бездельник. Есть какие-то причины. Какие причины? Почему она должна сказать, почему она не хочет с ним жить? Надо узнать, какие причины. Потому что я так вижу, что она ей не нравится, его ответственность. Он не совсем ответственно себя ведет, не совсем серьезно. Да, он не слушается ее. Не слушается ее. Интересно. Здесь в Кыргызстане надо, чтобы парень слушался, да? Так у вас здесь или нет? Да? Да. Мужчина слушаться должен, да? Женщина начальница, он... А он... Мол, я не нервирую меня, да? Так у вас, да? Вот так парень должен здесь, да? Нет. Нет. Нет, конечно. Нет такого? Разные семьи. А? Разные семьи. Ну, разные, понятно. А ты как разводишься? А основной мужчины, хотя нет? Я тоже думаю, это же Восток, в основном мужчина должен командовать, женщина подчиняться. У них сейчас плохой период идет. Он может помочь сохранить семью, если будет ответственно себя с ней вести. Если он не будет бездельничать, работать будет. Ну, работает. Ну, в этом где-то есть проблема. Он не все так делал, как ей бы хотелось. Не все как ей хочется. Через полгода может все наладиться. Сейчас пока рано. Они уже развелись или нет еще? Нет, не развелись. Просто она уехала с него. Они жили где-то там, в районе. Ну, вот хорошо. Пускай не давайте разводиться еще полгода. Потом есть шанс сохранить отношения. Ваш вопрос? Не понимаю и хочу разобраться в этом. В последнее время такие мысли, и мысли, и настроения, неприятие своей работы. Какая работа? Чем вы занимаетесь? Я руковожу компанией. И мне не хочется уже этим заниматься. Я не могу понять. Вы замужем? Я, да. То ли настроение... Деньги есть? Да, есть. А чем хочется заниматься? Хочется собой заниматься. Ну, а то стала работать? Да, стала. Динамический блок на третьем слое. Вот так вот люди путают блоки со своей натурой. Да. Человек говорит, я что-то это не моя природа работать. А на самом деле просто плохой период, полгода наступил, который создают блок на третьем слое. Третий слой связан с мыслями. И вы не можете думать, сосредоточиться на работе. Вам тяжело. Надо ходить. Два часа сорок минут ходите, начинаете два раза в неделю ходить, потом постепенно переходите до четырех часов раз в неделю. И все. Через два месяца уже хочется работать. Спасибо вам большое. Вот женщина сзади там, вы, да? У нас с мужем четверо детей, и трое из них страдают антияльной астмой. Это второй слой. Блок статического напряжения и негативный тонус. Статическое напряжение означает вода, статические упражнения или бесеть кверх ногами. А негативный тонус означает ходить в баню. Это детям, да? Да, и там с астмой лучше всего хамам, потому что статическое напряжение и негативный тонус чистится хамамом, а сауна чистит динамическое напряжение и негативный тонус. Поэтому если астма, лучше всего хамам, то есть сначала вода, потом хамам, потом пять вода. Надо все делать по методичке. Делать вот это и статические упражнения и правильно организовать питание в вечернее время. В вечернее время? Да, то есть сладкое, зерновое, бобовое, молочное вечером после шести не давать. Больше есть тушеные овощи вечером, зелень, орехи. Есть крупы еще, которые можно, это гречка, кинуа, амарантовая крупа. Вот эти все вечером можно, а хлеб нельзя после шести. Вот эти вещи надо делать и через пять-шесть месяцев начнется улучшение. Сначала блоки будут пробиваться, а потом пойдет улучшение. Благодарю. Если ребенок, дети, взрослые, можно пробовать стоять неподвижно. Дети, взрослые уже? Значит, два слоя, это всего полчаса стоять. Три-четыре, да, четыре-пять раз в день возле стеночки. Пять раз в неделю, четыре-пять раз в неделю стоять возле стеночки. Ну, стоять просто, вертикально стоять. Можно горизонтально стоять. Я, например, после еды стою на левом боку. Но это не поможет подлечению астмы. Вот. Надо стоять вертикально возле стеночки и двигаться. А можно спросить, вот когда неподвижное состояние тела, что происходит? Какой-то процесс, да? Да. Энергия знания в теле начинает включаться. Поэтому, когда человек молится, нужно не двигаться. И у человека сила появляется, концентрация внимания, у него постижение истины, победа над судьбой. Все это происходит во время неподвижного положения тела. И вот это статическое напряжение в теле, которое вызывает раздражительность, суетливость, все это тоже уходит из организма. А мысли в это время куда направить? На чем мысли? Мысли направить на служение. Там я сейчас буду рассказывать про молитву вам, целую лекцию. Буду рассказывать, что есть два состояния в целом. Одно состояние – это когда человек думает о своей жизни и в основном сожалеет, бунтует, печалится. А есть состояние, в котором человек благословляет, прославляет и радуется. Вот кажется, что благословение, прославление, когда ты славишь Господа или благодарен за все, кажется, что это не помогает. Кажется, что если ты благодарен, будет еще хуже только. Потому что если я благодарен, значит, мне все нравится. А если мне все нравится, значит, ничего не будет меняться. Так люди думают. На самом деле все начинает меняться, когда человек выходит из состояния обвинения и входит в состояние благодарности и прославления. Вот это состояние, это смелое такое, решительное состояние. Туда надо вкладывать мысли свои. Благодарность. Мысли благодарность направления. И тогда будет молитва уже настоящая, качественная. Пока человек не благодарен, не включается духовная сила в него. Отношений с Богом нет. Благодарность. Вот моя молитва. Благодарность. Если нет благодарности, нет молитвы. Если ты постоянно недоволен, значит, ты бунтуешь против Бога. Потому что когда человек молится, он с кем разговаривает? С Богом разговаривает. Если он разговаривает и все время думает о плохом, значит, он прождует с Богом, бунтует. Не нравится ему его жизнь. А надо принять все. Благодарность означает, что ты начал побеждать. Принятие. Начало победы над судьбой — это принятие. Так, с кем я говорил? Закончили мы? Кто там у нас причитает? Давайте с вами поговорим. Запомните, когда люди причитают, Бог в моем сердце не хочет таких людей спрашивать. Вот когда человек очень смиренно себя ведет, поднимает руку, вот и спросит, не спросит. Богу хочется общаться. Потому что я не даю знания, Господь из сердца дает знания. А если люди вот «я, давай мне…», тогда он не хочет из сердца. Олег Геннадьевич, здравствуйте. Мы очень рады, что вы сюда прибыли. Рады вас встретить. Дай Бог вам здоровья. Ваши вот эти советы, которые вы на лекции, очень вам сильно помогают. Хорошо. Мы рады. Еще ждем, чтобы посетить. Еще наша половина не нашли. Давайте спрашивайте. Олег Геннадьевич, у меня есть сын, который сильно заболел. Был такой психологический удар. Да. И доча, которая вот с ребенком приходила, она вот тоже хотела задать вам вопрос, почему-то она постеснялась, до сих пор она тоже переживает. У нее второй раз развод и что-то тоже не ладится. Да, хорошая. У вас к кому вопрос сейчас? Доча или сына? Вот это сыну и дочери. Не, мне надо вот один вопрос вы задайте сейчас. Я думаю, Олег Геннадьевич, не влияет ли вот это грехи родителей, кто что кормил? Не влияют грехи родителей у детей из своей жизни. Спасибо. Спасибо. Спасибо, я сильно переживала за это. Не надо себя считать Богом. Есть у него своя жизнь у ребенка. Вы все, что могли сделали, дальше ребенок живет сам. Переживание – это не способ жить. Переживание – это лень души. Когда душа переживает, она ленится. Настоящая помощь – это аскезы, добрые дела и молитва. Вот три вида помощи. Когда ты совершаешь аскезы, ты вдохновляешь другим делать аскезы. Когда ты добрые дела делаешь, то ты очищаешь атмосферу взаимодействия, взаимоотношений с другими людьми. А когда ты молишься, то ты меняешь их судьбу. Им становится легче жить. Спасибо большое. Но вы связаны со своими детьми. И когда им плохо, вы чувствуете, что им плохо. Пытаетесь им помочь. Так как у вас нет энергии, это называется переживание. Переживание означает, у вас нет сил помочь. Но вы не знаете, что у человека есть два состояния психического. Одно состояние – это состояние озера, когда я сам хочу помочь. Озеро, вода, водички в озере кончаются, и ее нет дальше. Второе состояние – состояние реки. В реке вода не кончается. Она течет, течет всегда и продолжает течь. Поэтому состояние реки означает, я думаю о Боге, вспоминаю о Нем и прославляю Его. Вспоминаю и прославляю, вспоминаю и прославляю. О близких людях не думаю в сердце. И если я о близких не думаю, все равно они со мной связаны. Ниточка все равно никуда не делась. Но я наполняюсь Богом, а близкие люди сами берут из меня силы. Хоть я думаю о них, хоть не думаю, все равно связь есть. Я думаю о Боге славлю, а силы сами к ним идут. И так побеждает судьба. Но если я начинаю отдавать им свои силы, я уже не думаю о Боге. У меня в сердце входит состояние озера. Оно исцыхает, и человек переживает. Переживает означает, сохнет. У них теряется сила. Он становится больным, сам несчастным. У него уже нет сил, он все еще переживает. Надо в состояние реки входить. Означает вспоминать Бога, отдавать. Вспоминать, отдавать. Славить Господу. Ра-дасть. Ра означает солнце. Дасть означает дарить. Радоваться значит дарить солнце. Ра-дасть. То есть я схожу в состояние победы, счастья. Дасть, отдаю, радуюсь вам. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. То есть радуйся. Это солнечное состояние. И так же молитва происходит. Вы вспоминаете святость, благодарите. Вспоминаете, благодарите Бога. Почему «Альхамдулиля». Благодарность означает. Богу хвала. Богу хвала, Богу хвала в состоянии реки. Человек вспоминает Бога благодарность. И вот когда человек в таком состоянии находится, все вокруг люди получают благо от него, кто нуждается в этой влаге счастья. В сердце у нас вот здесь благо, счастье, есть такое жидкое состояние счастья или страданий. Все выключают свои мобильные телефоны, ставят на беззвучный режим. Вот в очках женщины вопрос. Помощь означает молитва всегда. Да, сейчас будем говорить всю лекцию об этом, о помощи, по беденце будет. Добрый вечер. Благодарю вас за то, что позволили задать вопрос. Олег Геннадьевич, у меня не получается взаимоотношения со старшим сыном. И он очень много работает, но у него все время деньги утекают. И не может с девушкой как-то найти общий язык. В общем, очень много у него таких вот каких-то нехороших ситуаций получается. То вот велосипед потерял, украли, то в машину в аварию попал, восстанавливал чужую машину. Женщины живут жизнью детей своих. У них нет своей жизни. Они постоянно думают о детях. Как у них жизнь протекает. Так? Но реально я могу вот с чужой жизнью жить или нет? Реально. Сын же сам живет своей жизнью, так? Он очень много работает, но никакой отдачи нет. Дома редко появляется. С одной работаю, а вторую работаю. Знаете, есть такая марка пластилина. Вот ты берешь прямо к сыну, приходишь, раз его обмазала. И перелепила его как надо. И он потом, как огурчик, уже ходит нормально, работает немного. Становится нормальным. Вам рассказать, что за пластилина? А? Рассказать? Да. Нет такого пластилина. Все равно он будет жить своей жизнью. Я не заставляю у него свою жизнь. Вот, а что тогда, в чем дело тогда? Ну, вот у него не получается, и все. Вроде бы очень много. Он должен сам слушать лекции. Менять себя. Если он не хочет менять себя, как я помогу вам? Только молитва. Молитва – это всю лекцию будем говорить. Через молитву можно помогать человеку. Но как? Будем изучать. Благодарю. Но если сам человек не хочет себе помочь, никто ему не поможет. Лошадь можно подвести к водопою, нагнуть морду. Заставить пить невозможно. Она хочет пьет, хочет не пьет. Это с хозяин-барином. Если вы еще мужчины, пусть долгим будет. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Я хотел спросить, лет 10 назад начал заниматься йогой. И, короче, потом, до этого мне деньги легко давались. А потом, короче, какая-то шиба вообще есть. А это все, кто йогой занимается сразу. Никаких денег. Сектантам никаких денег. Потом, да, кое-как начал восстанавливаться. Нет, это все йогой не связано. Это связано с периодом плохим, который начался где-то 8 лет назад. И где-то года 2 назад закончился. Этот плохой период, он создавал блок динамического напряжения. У вас на 5-м психическом слое. И поэтому чувство бессилия, непреодолимого препятствия формировалось. Если совершать 4 часа движения длительное, то этот блок убирается. И можно даже в плохой период все равно быть сильным, смелым и все классно. А сейчас блок. Блохой период прошел, а блок остался. Осадочек остался. Поэтому надо уже все равно начать 4 часа ходить. Но надо делать все. И статику, и динамику. Иначе будете ходить, статическое напряжение перегрузить, будет проблема создать. Хорошо. Вот сейчас она начала, она воровалась год лет назад. В принципе, на все хватает, на обычном комфорту жизни. Но как заработать нормальные эти, в разумные сроки, чтобы не отдавать туда всю молодость? А чем вы занимаетесь? Программительством. А это зависит от статуса человека. Вам надо повышать свой статус. Можно сайт сделать, пиарить, там себе как-то показывать, что вы крутой программист. Повышать свой статус. Качество работы увеличивать, образование повышать. Мне нравится преподавание, получается, в ту сторону, что ли? Тоже нормально, да, преподавать. Но в целом, всегда количество денег зависит от статуса общества. Статус в обществе зависит от влияния на старших всегда. Или на какие-то компании, связанные с программированием, с ними сотрудничать. Или на власти, допустим, некоторые программируют местным банком каким-то. Это большие зарплаты сразу. Ну, то есть, чем выше ты связи имеешь, тем больше денег. И у вас туда, вверх, не идет движение, энергии не идет. Это значит, надо учиться уважать власти, уважать старших, взаимодействовать. Может быть, с крупными компаниями там в программировании взаимодействовать как-то. Ага. Ну, это все, да, это не проблема, все это делается, да. Просто вопрос в том, как на это всю молодость не отдать. Потому что хотелось бы... А я вам уже сказал свой ответ, но вы его не услышали. Еще раз говорю. Если вы хотите, чтобы у вас было больше сил на это, на все, тогда нужно ходить 4 часа раз в 6 дней. Хорошо. Спасибо. Видите, вы говорите хорошо, спасибо, а сами не верите, что так легко можно решить ваш вопрос. И знайте, что знание всегда это легкая вещь, а не тяжелая. Но вы сможете только, когда начнете ходить, и будете это делать 7 месяцев, после этого вы только пробьете блок, свое динамическое напряжение, только после этого у вас пойдет прорыв в жизни. А я просто... Я всегда привык думать, что я так очень много хожу, потому что я... А вы меня не слышите. Да, как должно быть, да. Вы меня не слышите. Вот вы, допустим, прошли 10 минут, вы очистили полслоя, даже четверть. Потом еще 10 минут прошли, опять те же самые четверть слоя прочистим. И вы, допустим, весь день ходите по 10 минут, и вы все время очищаете первый слой. А надо 4 часа идти непрерывно. Ага, понял, понял. А что делать, если... А вот перегрузка на ноги, там, вены вот... А вот это означает, что у вас еще статическое напряжение. Вот для этого надо уже неподвижное положение тела делать. А вообще, в целом, надо просто почитать мою методичку и начинать все там делать, как там, правильно. И тогда у тебя не будет проблем. А, понял, спасибо. А вот если вот по много часов в день буду ходить, это не повредит? Вот, потому что я думаю, наоборот, у меня то, что... Вам не надо по много часов в день ходить. Вам надо раз в 6 дней ходить 4 часа. Раз в 6 дней 4 часа. Вам надо почитать методичку. И делать все, как там написано. Потому что я не могу вам одному 10 раз все объяснять. Все было объяснено на прошлой лекции. Я говорил о том, что есть методичка, ее надо почитать. Там все написано. Надо начинать с воды, статических упражнений, потом дальше длительное движение. Все делать по правилам, тогда не будет перегрузки. Хорошо, спасибо большое. Ладно, все, мои хорошие. На этом пока мы с вами закончим беседу. Имеется в виду ответ на вопросы. И начнем лекцию. Перед лекцией у нас несколько объявлений. Сейчас мы серьезно работаем над темой фестиваля на Иссыкуле. И, возможно, он будет в начале июня следующего года. Пока я не знаю цены, количество дней. Все это будет прорабатываться. Мы будем изучать. Ну, вот это объявление я вам это сделаю. Все информация будет у Алии и на наших ресурсах. На сайте torsnov.ru 20 января Сюда приедет Хакимов. Он не Олег Геннадьевич, по-моему. Александр Геннадьевич. Александр Геннадьевич. Вы написали Олег Геннадьевич. Александр Геннадьевич Хакимов. Это духовный учитель. Это же другой уровень, не такой, как я. Это более возвышенный человек. Он дает более возвышенные знания о духовной жизни, о молитве. Можно всем приходить на лекцию, любой духовной направленности. Он всем полезен, интересен. У него много учеников. Он такой святой человек, возвышенный очень. Вот. 20 января приезжает к вам. Кто уже с ним общался, с предмителем. Понравилось вам? Да, понравилось. Все. Вот приходите все остальные тоже познакомиться. Сейчас также хочу вам сказать, что вы можете очень-очень хорошую сделать пользу, примести. Если будете просто помогать. Вот здесь есть проект «Пища жизни». Пища для жизни. А, «Пища для жизни», да. И они кормят людей, которые нуждаются в этом. Для того, чтобы были деньги, надо делать добрые дела. Самим добрые дела не всегда можно делать. Кого-то накормите. А люди специально этим занимаются. Они ищут таких людей, собирают их, раздают им пищу, готовят. Это целый процесс. И можно просто им жертвовать на это. И вы таким образом будете помогать своей жизни меняться, своей судьбе. Всем здравствуйте, добрый вечер. Можете по QR-коду пройти, попадете в наш инстаграм. И там есть вся информация. Кто мы, чем мы занимаемся, сколько уже занимаемся. На все ваши ответы. Что готовим, кого мы кормим. Если хотите, можете стать волонтерами, помочь нам. Или можете пожертвования оставить. Это на ваш выбор. Да, можете сами приходить кормить. Можете готовить, попомогать. Можете жертвовать. Что хотите, делайте. Главное, не скучайте. Если вы реально хотите менять свою жизнь, пробуйте вот так менять. Вы увидите, как она меняется. У меня есть тысяча примеров, как люди становились богатыми благодаря тому, что они включались или в строительство храма, или в кормление людей. Жизнь меняется очень быстро. Я вам гарантирую, что вас не обманывают. Это порядочная организация, девушка. Я ее знаю. Все. Посмотрите на нее. Видите, она честная, да? Видно? Благодарю за то, что вы не стесняете. Также еще хочу один вариант вам предложить, как можно делать добрые дела. Сейчас начинается такой уникальный проект у нас. Очень уникальный. Вот если вы, допустим, ну просто русский язык знаете, допустим, вы можете там из лекции в текст превращаться. Вы текст этот подкорректируете, программа, потому что не всегда точно переводит. Вы чуть-чуть там можете 15 минут в день тратить, полчаса. Вам будет давать кусочек текста на русском. Вы раз его подкорректировали. Вот. Потом программа переводит на английский текст. Вы опять подкорректировали английский чуть-чуть. Кто из вас английский знает? Можете на английском включаться в проект, можете на русском включаться. Вот как волонтеры. Просто чуть-чуть там 15 минут времени потратили. И потом, знаете, что происходит? Потом эта программа переводит лекцию на английский язык моим голосом. Я как будто по-английски говорю. Представляете, какое вы сможете сделать благо людям, если вы будете этим заниматься? Ну, то есть это настолько будет большая польза, огромную пользу вы принесете, если включитесь в этот проект. То есть многие люди на земле узнают о том, что можно менять свой образ жизни с помощью лекции. Есть. Если у тебя было все индустрия, это все индустрия. Лучше здесь нет. Нет, нет, не мужа. Вы soilитесь в индустрия. И вы investите в этот чувство, в этот чувство, вы investите в чувство, вы investите в чувство, вы investите в чувство. Для кого? Для человека с которым вы не имеете в отношениях, это что многие люди делают. Многие люди думают, что дети, работы, и наши общие experiences держат нас вместе. Мы мужем и мужем, так surely мы не будем. Не обязательно. Классно? Можно так на китайском, на киргизском, на каком хотите. Тут просто два процесса. Редактируется русский, потом редактируется любой язык. И здесь нужны просто волонтеры. Да? Готов? Вот все, кто готовы, у нас есть Игорь, мой помощник. Надо у него просто взять телефон, подойти к нему, взять телефон тех, кто этим занимается. У нас Оксана с Украины этим занимается. Она руководит всеми волонтерами. Вы с ней созволитесь, и вам она все объяснит, как делать. Вам кусочек будет присылаться. Вы когда захотели, чуть-чуть подредактировали, и все. И ваша судьба начнет соединяться с теми людьми, которые слушают на других языках. Вы им помогаете, Бог вам помогает. Все, вот такая тоже деятельность. Так что, делайте добрые дела. Он сразу, побежали, побежали сразу. Ну, всем, вот все, кто захочет, сразу всем можно этим заниматься. Хоть тысячу человек завишется, вы им просто как бы по пять лекций в день выпускать. вот, еще, чем больше, тем лучше. У нас уже на английском языке YouTube появился, скоро мы будем рекламу делать, его уже, все, то есть, потом появится на хинди, тоже YouTube, Instagram, я буду на хинди говорить. потом, чуть попозже на китайском, я буду на хинди, и, ну, вот, вот так вот, такие планы. Включайтесь, если даже вы русский редактируете, вы помогаете уже на всех языках. все-таки объявления.